Патриотическое воспитание Патриотическое воспитание Соревнования длились целый день. Прошел смотр строя и песни, соревнования по стрельбе, по оказанию первой доврачебной помощи. Участники преодолели военно-тактическую тропу. С этими и другими этапами лучше всех справилась команда Слободатуринского аграрно-экономического техникума. Вербицком мотоциклетном техникуме тоже играли в войнушку. Уже в шестой раз там прошла городская комплексная военно-спортивная игра «Один день из армейской жизни». В этом году игра посвящалась столетию Красной Армии. Главная наша цель – это объединение молодежи, объединение подростков, чтобы была сила духа, единство духа, чтобы немножечко они чувствовали, что не нужны нашей современной России. Именно вот такие ребята, которые готовы преодолевать, которые должны быть спортивными, ловкими. Здесь и формируется коммуникабельность. Стоит отметить, что один день из армейской жизни прожили не только школьники и студенты наравне с молодежью. В соревнованиях принимали участие и полицейские. И казалось, что это и не игра уже вовсе, а все в заправду. Буря эмоций и искреннее желание спасти пострадавшего Василия. Очень боевое настроение, энергичное. Скажите, а вообще девочкам нужно участвовать в таких мероприятиях? Конечно, нужно. Почему? Они не отличаются от мальчиков. Ну, во-первых, наверное, потому что мы совсем не хуже мужского пола и думаем, что тоже сможем на равных посостязаться с сильным полом. А с другой стороны, а вот если мужчин не будет, куда? Кто, кроме баб? Вот кто, кроме баб? Все за нас держится. Одна за другой команда с успехом и спортивным азартом проходили этапы в трех блоках. Физическая, военно-прикладная подготовка, навыки оказания первой доврачебной помощи и все же победили сильнейшие. По итогам соревнований среди общеобразовательных учреждений первое место, как и в прошлом году у команды «Рубеж» – Зайковская школа номер один. Среди профессиональных образовательных организаций победителем стала команда «Сокол» – Ирбитский мотоциклетный техникум. Огромное спасибо магазин «Спортивный» – предприниматель «Сибирцев», индивидуальный предприниматель магазина электротехника «Фадеев», индивидуальный предприниматель Сергей Васильевич Перетягин. И большое спасибо, конечно, нашим постоянным партнерам – это Музей народного быта Михаил Иванович Смердов. Огромное им спасибо за поддержку наших соревнований. После боя можно согреться чашкой горячего чая и обсудить итоги игры. Костюмы ОЗК, гранаты и автоматы в долгий ящик никто убирать не собирается. Впереди у команд серьезная подготовка к следующим армейским играм и областному этапу «Зарницы». Анастасия Махнашина, Юлия Берсенева, Евгений Пресижнюк, Николай Коростелев, НТС «Рбит».